Привет всем! Сегодня тема моего видео такая. Парадоксы в нашей жизни. Надеюсь, что видео будет небольшое, потому что обычно всегда, когда я начинаю о чем-то говорить, от конца и края нету моим разговором. На меня подписалась одна девочка, она идет под ником Тара Ум. Во-первых, в строках своего письма она меня похвалила. Спасибо большое. Вот она пишет. У вас отлично получается подмечать интересные моменты жизни. Я, кстати, это в компьютере читаю. Вот, 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 вот. Поэтому она предлагает вести рубрику парадоксов. И тут она приводит такой некий факт, который для нее парадоксален. Она пишет. Например, приходишь в магазин за зубной пастой, и почти на всех написано отбеливающее. Ну, ни одна не отбеливает парадокс. Ну, для, конечно, нее, наверное, это парадокс называется вот такое действие. Для меня это, конечно, называется немножко по-другому. Но я, правда, не могу сказать, как оно для меня называется, но чтобы это неприлично, меня YouTube не пропустит. Вот. А дальше она пишет. Теперь ваша очередь. Ну, я посидела, подумала, думаю, какой же я парадокс могу вспомнить тот, который, ну, например, мне встречался в жизни. Ну, ладно, сначала обратимся к первоисточнику, к Википедии, и посмотрим, что такое парадокс. Опять же, тут открываю, читаю. Парадокс – это ситуация, высказание, утверждение, суждение или вывод, которое может существовать в реальности, но не имеет логического объяснения. То есть существуют в реальности, но совершенно логически никак не объясняется, думаю. Ага. И тут я вспомнила, что буквально недавно, хочу еще сказать, что в нашей жизни, кстати, таких парадоксов просто масса. Тут можно, кстати, очень хорошую тему поднять для видео, и, правда, это сделать рубрикой. Значит, не совсем давно я ездила на юг Москвы по делам. Мне надо было найти определенный дом, квартиру, и, значит, я поехала. У меня был адрес, я, слава богу, нашла этот дом, а дом был такой, знаете, многоэтажный и многоподъездный. Знаете, такие громадные-громадные ездили, много подъездов. И там квартиры исчисляются, там 200 такая-то, там 300 такая-то квартира. Думаю, ладно, я сейчас нужный подъезд найду по табличке на подъезде, где пишется, с какой по какой квартиры находится в этом подъезде. И вот я сейчас вам покажу фотографию, которая как раз для меня оказалась как парадокс. То есть существует в реальности, но логикой совершенно не объясняется. Гляньте на фотографию. Ну что, ничего странного не заметили? Гляньте еще раз. Вот я вам скажу, что я около этой таблички стояла минут пять, наверное, и пыталась сообразить, какая из этих табличек правильная. Первая и вторая. Если, например, решили поменять таблички, ну, скажем так, дизайн не понравился, то есть решили срочно поменять таблички на подъездах. Почему сначала были там квартиры такие-то по номерам, потом оказались другие. И как было найти квартиру в этом подъезде, в этом доме, было совершенно непонятно. Так что тут у нас парадоксов. Как он тут пишет, существует в реальности, не объясняется логикой, это просто масса. И я думаю, что вот пока вот этот парадокс первый в моей копилке, а если кто еще, в общем-то, и присоединится к таким видео, то думаю, что мы наберем целый путек. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok